Достоевского, помните Настасью Филипповну? Когда Рогожин пришел, принес ее сто тысяч, она же я не ху сказала, Ганя, а я вот сейчас это брошу в камин, ты подожди, пока загорится, а потом лезь и достань голыми руками. Я на душу твою поглядеть хочу. Мои деньги, Рогожин, твои, королева, бросаю. И как Ганя стоял, потом сделал шаг и потерял сознание. Ну вот смотрите, а вы часто посылали деньги на фронт, помогали одним, другим, третьим? Вот я знаю людей, которые из пенсии по 500 рублей посылают. А знаю очень богатых людей, которые никогда ничего от себя не оторвут. И для меня, кстати, это показатель, как у меня мама всегда говорила, я много раз рассказывал, что она подавала всегда всем. Я говорю, мам, это жулики, они тебя обманывают. Вот это их проблемы. Это их проблемы. Я даю. Они просят, я даю. То, что жулики, это Аллах спросит с них. Ну, у меня вообще было в этом отношении очень такое показательное. У меня мама была абсолютно бессеребренник. Ну, вообще бессеребренник. Вот если бывают бессеребренники, она вообще никогда, у нее денег не было. Я так и жил. Я всегда воспоминания детства, как она мне говорила. Алик, у нас осталось 3 рубля. А я наивно, испуганно спрашивал, как, на всю жизнь? Ну, я-то считал, что деньги, вот они на всю жизнь. Закон простой. Вот те, которые не алочные. Умей легко расставаться с деньгами. И они откуда-то тогда будут. Вот когда ты копишь, жалеешь, сидишь над сундуком, ты только портишь себе настроение. Ты не видишь ничего, кроме этого. И, собственно, тогда ты уже тяжело бьешься. Ты, ну, вот вспомните всех этих там, и, господи, того же Достоевского, и даже старуха, тоже Раскольников, который пришел с топором, с фальшивым закладом и так далее. Вот, собственно. А если ты не живешь ради этого, деньги – это способ существования. Хорошо, когда они добываются легко. Бывают же, наверное, такие люди. Большинство достаются с тяжелым трудом. Но это способ для жизни, а не жить ради денег. Да вот посмотрите вокруг себя. Люди, которые не озадачиваются вот этими материальными ценностями, они немножко другие, которые могут легко дать, которые помогут. Вы знаете как? Я как-то приехал на Камчатку, в Тымлот, вот где как раз рыбзавод. А это еще тысячи километров лететь на север Камчатки. И там познакомился с людьми, они говорят, ну, которые там живут с местными, у нас нормально. Если нужно денег, человек придет, он никогда не спросит, он говорит, мне нужно денег, я говорю, дай мне столько-то. Если у него отдастся, не спросит ни зачем, никогда отдашь. Ну, потому что я все равно отдам все, но это нормально. Они немножко другие люди, которые живут вот без вот этого накопительства. Понятно, что... А вы посмотрите вокруг себя. Ведь, понимаете, ведь это же на самом деле удел не очень богатых людей. Это еще парадоксально. Я иногда общаюсь с реально богатыми людьми. Ну, реально. Они тоже разные. Но люди, которые совсем вышли из денежного измерения, не носят дорогих часов, не носят дорогих штанов, ходят в каких-то таких обыкновенных вещах, не едят там, я не знаю, трюфеля килограммами. А зачем? Им не надо ничего доказывать никому. Им не надо носить часы за сто тысяч долларов, не надо одевать какие-то суперодежды, носить браслеты. Им этого просто не надо. Зачем? Вы никогда не можете накопить на всю жизнь. Я почему не завидую богатым? Ну, реально богатым людям. Ну, потому что я понимаю, что вот я вижу богатых людей, богатых домах, богатых машинах, охрана, все дела, ну, все признаки. Но я же понимаю, что он один из ста выжил. что из этих ста, девяносто девяти, девяносто разорились, девять убиты. Это еще как? Я спрашивал, кстати, людей, которые прошли девяносто, я говорю, какие расклады по жизни? Ну, вот у нас 50 на 50. 50 процентов потери личного состава, так сказать, были. Ты готов рискнуть жизнью, деньгами? Или не готов? Я нет. Я такой с сыном и нет. Меня еще в деньгах заморачиваются. Слушайте, чуть не сказал. Нет, все работает, слава богу, и хорошо. И пока без денег. Так что, главное, чтобы все работало. И чтобы душа была чистой. И алчность ее не разъедала. По сути, это все бумага, камни и кусок металла. К жизни не имеет никакого отношения. Мы сами это все придумали. А жизнь, это вот, это мы. Так что, до свидания. До скорых встреч.